Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И в этом видео мы поговорим о том, можно ли снизить чувствительность полового органа, на что влияет чувствительность и, главное, как вообще поговорим, как это сделать. Очень важный фактор. Поэтому обязательно смотрите это видео, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья мои, вопросов всегда про чувствительность полового органа очень много. И здесь мы говорим, почему этот вопрос очень важен, потому что как раз-таки речь идет о преждевременной эукуляции и о коротком половом контакте. Соответственно, многие мужчины этим страдают и, к сожалению, ходят от одного врача к другому. И врачи часто разводят руками и говорят, ну что сделать, если у вас такая повышенная чувствительность. Опять же, каждый мужчина абсолютно индивидуален, у каждого свои особенности. Поэтому у кого-то более чувствительная крайняя плоть, у кого-то венечная борозда, у кого-то уздечка. Ну, безусловно, да, мы говорим про головку полового органа. И, соответственно, во время полового контакта вот эта самая чувствительная головка, из-за этого происходит достаточно быстрая эукуляция. И здесь, ну, мужчина начинает переживать, потому что сейчас же у нас есть нормы, да, сексуальных контактов. И какое видео вы не откроете, часто половой контакт должен длиться столько-то по времени или столько-то. И когда начинаем обсуждать тему преждевременной эукуляции, то мужчина часто говорит, знаете, мне даже, ну вот, стыдно говорить, сколько у меня конкретно длится половой контакт. Потому что он очень-очень короткий, из-за вот такой яркой чувствительности. Опять же, у кого-то это одна часть, да, ну, я имею в виду уздечка или венечная борозда или крайняя плоть. Соответственно, у кого-то чувствительность более повышена, что, допустим, может быть и венечная борозда, и крайняя плоть. Очень-очень чувствительны. Вот, поэтому часто, кстати, это возникает при баланопастита. Тоже, да, происходит вот это обострение и яркая-яркая чувствительность. Но наиболее частая проблема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это как раз-таки короткая уздечка. Часто именно при короткой уздечке возникает рефлекс очень яркий, да, спинномозговой. И поэтому происходит вот такая яркая, быстрая эукуляция. Соответственно, здесь самое важное, о чём мы можем говорить и как мы можем уменьшить, соответственно, вот эту чувствительность, это немножечко растяжение этой уздечки, да, когда вы вот таким самомассажем начинаете работать с уздечкой и её потихонечку растягивать. То есть, тоже очень важный момент, тогда, если там вы, допустим, практически 5 минут в день на это тратите, то мужчины уже отмечают результат, чтобы она была более короткая и более длинная, да, то есть и не такая ярко чувствительная, как это сейчас происходит, да, конкретно у вас. Если мы говорим в целом, то в ванной, пожалуйста, в ванной, если вы там в комнате один, да, к вам никто не зайдёт, 5 минут в день потихоньку растягиваем эту уздечку и убираем вот этот яркий рефлекс при короткой уздечке. Дальше, крайняя плоть, тоже такой очень интересный момент, с ней можно тоже поработать, есть эффективные методики самомассажа, которые при прикосновении вы чем больше прикасаетесь, соответственно, тем половой орган привыкает и уходит вот эта яркая чувствительность, это тоже такой очень важный момент, соответственно, можно это сочетать как раз-таки с растяжением уздечки короткой, плюс с работой с крайней плотью, да, таким эффектом самомассажа большими пальчиками проходите по всей головке, да, и, соответственно, спускаетесь на уздечку и как бы вот растягиваете, растягиваете, то есть этими пальцами обхватываете, да, четырьмя и четырьмя, а большими растягиваете, и то же самое происходит с головкой, да, соответственно, с крайней плотью. Вот, очень важный момент, то есть нужно прорабатывать, убирая ту самую чувствительность. И мужчины, опять же, момент такой, что если вы один раз это сделаете, то никакого эффекта вы, в принципе, не увидите, но если вы регулярно в течение месяца, каждые там пять минут в день, вы обратите на это внимание и будете потихонечку вот эту вот практику внедрять, то вы уже увидите эффекты. Эффекты очень хорошие. Вы увидите, что половой контакт длится дольше, что нет вот этой яркой чувствительности, что нет вот этой яркой, быстрой эукуляции, от которой вы хотели избавиться. Тоже очень важный факт. Я извиняюсь, друзья мои. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. В своем составе содержит цинкселен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Банки хватает на курс на месяц. Первая ссылочка будет в описании. Помогает мужчинам как в профилактике сексуальных дисфункций, так и входит в состав комплексного лечения при нарушениях потенции. Повышает либидо, безусловно, потрясающим образом влияет на вашу потенцию. Соответственно, улучшает качество сперматозоидов и повышает уровень тестостерона. Мужчины, кто принимает длительно на регулярной основе, уже отметили потрясающие эффекты мужской мощи. Абсолютно натуральный состав не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, ртути. Что важно, не накапливаются вот эти плохие вещества в ваших органах и системах. Особенно, если мы говорим про печень и почки. Поэтому можно принимать длительно, регулярно и ощущать самые хорошие, самые сильные эффекты. Я вам крайне рекомендую. Будет первая ссылочка в описании под этим видео. Заходите, заказывайте, пробуйте, ощущайте эффект. Внедряйте гимнастику для снижения чувствительности вашего полового органа. И тогда ваш половой контакт будет длиться столько, сколько вы захотите. И вы не будете расстраиваться. Будьте здоровы!